Библейский портал экзегет.ру представляет перевод Юнгерова. Этот текст близкий к тому, который читается в церквях на церковнославянском языке, потому что этот перевод церковнославянский делался также с греческого. И мы ориентируемся также на синодальный перевод, который делался с еврейского. Иногда бывают очень интересные акценты и расхождения в этих текстах. Так Соломон говорит, «Сын мой, если поручишься за друга твоего, то предашь руку твою врагу. Ибо крепкая сеть мужу собственные уста, и уловляется словами уст своих. Делай, сын мой, что я заповедую тебе, и спасайся. Ты попался в руки злых за друга твоего. Не ослабевай, поддержи друга твоего, за которого ты поручился. Не давай сна твоим глазам и дремания твоим веждам, чтобы спастись, как серна от петли и как птица от сети». Интересно, что уже первый стих несколько отличается от того, что мы видим в синодальном переводе. Здесь говорится, «Если поручишься за друга твоего, то предашь руку твою врагу». Синодальный перевод говорит, «Сын мой, если ты поручился за ближнего и дал руку твою за другого». И далее уже второй стих начинается. «Ты опутал себя словами уст твоих, пойман словами уст твоих». Речь идет о том, что человек может поручиться за другого, но он не может до конца быть за него ответственен. И есть большая опасность поручиться за того, кто не сможет сдержать своего обещания, кто не сможет исполнить своих слов, а крепкая сеть мужу собственные уста. То есть мужчине не должно отвращаться от своих слов, и если ты поручился за того, кто не смог сдержать своих слов и не смог исполнить должного, то беда наступила не только в его жизни, но и в твоей собственной. И третий стих говорит о том, что даже если ты попал в такое затруднительное положение, не ослабевай, поддержи своего друга, за которого ты получился. Третий стих в синодальном переводе уже не говорит об этом. «Сделай же, сын мой, вот что, избавь себя, как ты попался в руки ближнего твоего, пойди к ногам и умоляй ближнего твоего». То есть пытайся договориться с тем, кто требует от тебя чего-то вместе с этим твоим другом, за которого ты поручился. Греческий текст, конечно, показывает здесь большую любовь и готовность человека не отступить даже в трудную минуту, в трудной ситуации. То есть даже если ты попался в руки злых, не ослабевай и поддержи друга твоего. То есть здесь этот текст понятнее. И далее. Не давай сна твоим глазам и дремания твоим веждам, чтобы спастись, как серна от петли и как птица от сети. Иди к муравью, ленивец, и поревнуй, видя пути его, и будь мудрее его. Ведь он не земледелец, не имеет ни приставника, ни повелителя. В жатву, однако, заготовляет себе пищу и летом делает себе большой запас. Или иди к пчеле и познай, как она трудолюбива, какую почтенную работу она производит. Ее труды во здравии употребляют и цари, и простолюдины. Любима же она всеми и славна, хотя силою она слаба, но за мудрость пользуется почетом. Интересно, что выход, который предлагает Соломон сыну своему, который поручился за другого, попал в трудную ситуацию и теперь, оказывается, должен, поддерживая этого друга, трудиться, он говорит ему, не ленись, обрати внимание на муравья, обрати внимание на пчелу. Эти существа не имеют того, кто указывал бы им. Вот здесь он говорит, у муравья нет ни приставника, ни повелителя, то есть нет хозяина. Конечно, для древнего это было очевидно, эти примеры были очевидны, потому что у человека могли быть рабы, могли быть слуги. Сегодня у нас нет рабов и практически нет слуг, но так или иначе мы тоже понимаем, что есть, например, старший или есть начальник, который может распоряжаться временем другого человека, который может давать им определенные поручения, и человек делает нечто, может делать нечто не потому, что он сам желает этого, а потому, что ему приказали это делать. И Соломон говорит, посмотри на муравья и посмотри на пчелу. Ими никто не управляет, никто не заставляет их, они сами, как существа с определенной долей разума, действуют, потому что это им необходимо. Заготовляют припасы на зиму и ведут себя очень трудолюбиво. И он обличает сына своего, он говорит далее, «Доколе, ленивец, будешь лежать, когда ты встанешь от сна, немного поспишь, немного посидишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, подержишь на груди». То есть ты маешься от безделья, ты спишь, лежишь, дремлешь, держишь руки на груди, то есть не работаешь этими самыми руками, бездельничаешь, иными словами. И что же, каков же итог человека, который бездельничает? Уже здесь уходит вот эта идея о том, что человек трудится ради другого и ради ближнего, уже просто речи о самом по себе труде, что если человек не трудится, что с ним происходит? Потом придет к тебе, как злой прохожий, бедность и нужда твоя, как добрый скороход. Если же будешь неленив, то как источник придет жатва твоя, скудость же, как злой скороход, убежит от тебя. Иными словами, мы видим, что если человек не трудится, то бедность и нужда наступают. И в конце концов, он, ну, как добрый скороход, то есть очень быстро, если ты не трудишься, то очень быстро наступает бедность и нужда. Если же ты не ленишься, то как источник придет жатва твоя, как источник жизни. Скудость же, как злой скороход, убежит от тебя. То есть, естественно, она так же, как скороход, пропадет, и ты будешь богат. Несколько иначе звучит этот текст в синодальном переводе. И придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник, то есть разорит все твое имущество. Ежели будешь не ленив, то как источник придет жатва твоя, и скудость же далеко убежит от тебя. Здесь нет упоминания скорохода, ни доброго, ни злого, но так или иначе идея передается похожая. И далее. Муж неразумный и беззаконный ходит недобрыми путями. Он мигает глазом, показывает ногою, делает знаки пальцами. Развращенное сердце кует зло. Такой человек во всякое время готовит городу мятежи. Очень интересно здесь показан вот этот образ заговорщика, человека, который все время ищет чего-то злого. Или ищет выгоды, или ищет мятежа, ищет каких-то своих путей, путей злого своего сердца. Он подмигивает глазами и делает жесты ногами и руками, потому что кует зло. Почему можно подмигивать глазом и делать разные знаки, незаметные? То есть за спиной другого, за спиной ближнего злой человек кует эти самые злые свои замыслы. Но он не остается безнаказанным. 15 стих говорит о том, что внезапно приходит погибель его, разрушение и неисцельное сокрушение, то есть сокрушение, от которого тот не может оправиться. 15 стих формулирует это следующим образом. Зато внезапно придет погибель его вдруг будет разбит без исцеления. И далее 16. Ибо он радуется всему, что ненавидит Бог, не спровергается же по нечистоте души. Потому что глаза гордые, язык лживый, руки, проливающие кровь праведного, и сердце, кующее злые замыслы, и ноги, спешащие на злодейство, потребятся. «Несправедливый свидетель разжигает ложь и возбуждает распри между братьями». Вот этот текст весь и про гордые глаза, и про лживый язык, и про другие черты злого человека, он весь относится вот к этому мужу неразумному и беззаконному, который ходит беззаконными путями. А в синодальном тексте характеристика этого злого мужа выделяется в отдельную мысль. И как бы перечисляются эти злые черты, негативные черты человека и грехи, перечисляются уже отдельно от этого злого мужа. Начинается так 16 стих. «Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость в душе его». Действительно, очень важно, что есть грешник, и он погибает от того, что сам неправильно себя ведет. И не говорится, что Бог ненавидит его, а говорится «Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость в душе его». И речь идет о грехах. Действительно, если что Бог и может ненавидеть, то это грехи. И, конечно, вот здесь в синодальном тексте значительно сильнее они выделены, и подчеркнута именно ненависть Божия к грехам. Какие же это грехи? Они идентичны здесь в греческом тексте, тексте Юнгерова и в синодальном переводе, то есть в еврейском тексте, грехи перечисляются одни и те же. Это гордые глаза, лживый язык, руки, проливающие кровь невинную. Мы видим, как внутреннее открывается во внешнее. Гордые глаза, то есть гордые глаза — это сознание человека, то, как он воспринимает другой мир. Лживый язык, то есть как его сознание отражается на его общении с миром. И руки, проливающие кровь невинную. Здесь мы видим уже прямо, откровенно, речь идет о тяжелом грехе, то есть пролитии чужой невинной крови. Здесь этот человек называется праведником, проливающая кровь праведника. И далее, как бы второй ряд, параллелизм, да, такой здесь выстраивает автор. Сердце, кующие злые замыслы. Опять речь идет о внутреннем состоянии. Ноги, быстро бегущие к злодейству, то есть стремление совершить злодейство. И лжесвидетель, наговаривающий ложь, сеющий раздор между братьями. В итоге главным пороком и главным грехом оказываются здесь грехи делом. В первом перечислении, проливающий невинную кровь, второй текст, 19 стих, говорит о наговаривании лжи и сеянии раздора между братьями. И здесь также, несправедливый свидетель разжигает ложь, возбуждает распри между братьями. То есть оказывается, что один из главных грехов – это пролитие крови, потому что человек лживый порождает раздоры между братьями. Действительно, не раз уже было подмечено, что слово «дьявол» начинается с приставки «ди», то есть два – разделение и разобщение. Не случайно Христос говорит, Симон, Симон, вот сатана просил сеять вас, как пшеницу, то есть разделять и разобщать, в то время как дело Сына Божьего рассеяных чад Божиих собирать воедино. И здесь, как одно из главных таких греховных дел, показано именно возбуждение распри между теми, между кем этой распри не должно быть. Далее Соломон говорит, Сын мой, храни заповеди Отца твоего и не отвергай заветов матери твоей, навяжи их навсегда на душу твою, обвяжи ими твою шею. Когда ты пойдешь, веди ее, и она будет с тобою, а когда будешь спать, она хранит тебя, чтобы когда пробудешься, беседовать с тобою. Потому что заповедь закона светильник и свет, а обличение и научение путь жизни, чтобы охранить тебя от замужней женщины, от лукавства языка чужого. Соломон призывает сына своего обвязать сердце заповедями. И, конечно же, все эти образы, навяжи их на душу твою, обвяжи ими шею твою, имеют в виду, подразумевается под этими образами, близость заповедей к сердцу человека. Не случайно уже потом у пророка Иезекииля будет такой образ, что заповеди начертаны на скрижалях сердца. Это очень важно, что завет, который завещевает Бог своему народу, завет, который заключается со своим народом, с народом Божиим, предполагает сердечное усвоение заповедей. Человек не должен, смотря на заповедь, воспринимать их как просто нечто внешнее для себя. Он должен видеть в законе закон собственного сердца и усваивать его, этот закон, он должен глубоко всей своей жизнью. И далее. «Ибо цена блудницы есть цена одного хлеба, а замужняя жена уловляет драгоценные души мужей». Интересно, что 26 стих значительно отличается по смыслу от 26 стиха в синодальном переводе. «Здесь мы видим, ибо цена блудницы есть цена одного хлеба». То есть блудница забирает не так много у человека, забирает цену одного хлеба, довольствуется только материальным небольшим вознаграждением. В то время как прелюбодеется, то есть замужняя жена, которая увлекает тебя, уловляет драгоценные души мужей, потому что ты гибнешь уже не только материально, но ты гибнешь и духовно. А здесь 26 стих говорит следующее. «Потому что из-за жены блудной обнищивают до куска хлеба, а замужняя жена уловляет дорогую душу». Здесь другой смысл. Имеется в виду, что не блудница берет только материальные блага, ей достаточно бывает куска хлеба. «А ты через обращение к блуднице обнищаешь до куска хлеба». Но так или иначе идея этого стиха более-менее понятна. И в одном и в другом тексте просто разными словами говорится, что блудница может забрать у тебя материальное благо, в то время как прелюбодеется, то есть чужая жена, забирает еще и душу, и губит душу твою. «Возьмет ли кто огонь в пазуху, и не сожжет ли он своей одежды? Или пройдет ли кто по горящим углям, и не обожжет ли он ног своих?» То есть невозможно, иными словами, что говорит Соломон, невозможно грешить и при этом остаться душою непорочным, и оставить душу свою цельной, и не погубить себя внутренне. Так вошедший к замужней женщине не останется без вины, а равные всякие прикасающиеся к ней. «Неудивительно, если пойман будет, как какой-либо вор, он ворует, чтобы насытить алчную душу. Но если будет пойман, то заплатит всемиро, и все свое имущество отдаст, чтобы избавить себя. Прелюбодей же по скудости ума готовит погибель душе своей». Почему же вот этот самый прелюбодей, который входит к замужней женщине, не останется без вины? Почему так же будет со всяким, кто прикасается к ней? Почему вор, который, потому что, естественно, чужая жена воспринимается как чужое имущество, как часть чужой жизни? И почему же этот самый вор, который ворует, чтобы насытить алчную свою душу, почему он не останется без наказания? «Болезни и бесчестия понесет он, а позор его вовеки не изгладится». То есть и его частная жизнь, болезни и бесчестия понесет он, и позор его вовеки не изгладится. То есть и внутренняя его жизнь, и внешняя его жизнь, жизнь в социуме, будет ужасным и будет наказанием для него. «Потому что ярость мужа ее, то есть мужа этой женщины, полна ревности и не пощадит в день мщения, не обменяет вражды ни на какой выкуп и не примирится за большие дары». То есть муж этой самой замужней женщины накажет преступника. Но, конечно же, мы не должны видеть в этом тексте только предупреждение от физического блуда или прелюбодеяния. Мы должны понимать, что все эти тексты, которые говорят про свою жену и жену замужнюю, можно понимать двояко. Можно понимать в буквальном смысле и понимать в смысле вероучения, в смысле веры и верности Богу. И в таком случае человек, который входит к замужней женщине, человек, который увлекается чужой женой, увлекается чужой верой, и невозможно будет ему остаться в прежнем чистом, непорочном состоянии душевном. С одной стороны, потому что он сам себя этим обесчестит и обесчестит свою жизнь, и исказит свою жизнь, изранит ее, болезни. Вот если, например, в физическом отношении непонятно, почему этого человека должны постигнуть болезни, то если говорить о состоянии духовном, понятно, что болезни духовные присутствуют в жизни того, кто изменяет Богу. Ну и естественно, что ярость мужа полна ревности, и он не пощадит в день мщения. Действительно, вот этот образ мужа, который находится в ярости, образ ревнивого мужа, который наказывает жену-изменщицу, он очень часто встречается у пророков в описании отношений Израиля и Бога истинного. Не случайно, потом уже апостол Павел будет говорить, что отношения мужа и жены строятся по образу отношений Христа и Церкви. То есть вот этот образ брака между Богом и человеческой душой, между Богом и народом, он очень часто встречается в Библии. И человек, который изменяет Богу и искажает собственную веру, увлекается верой ложной, не останется без наказания. И не обменяет Бог вражды ни на какой выкуп и не примирится за большие дары. Но, конечно же, при этом надо помнить, что Бог враждует не с человеком, а с его заблуждением, потому что он любит человека. Ведь если бы он не любил его, разве была бы возможна его ярость, разве была бы возможна такая реакция? Именно из-за того, что Бог Ветхого Завета ревнитель, как говорится об этом во Второй Заповеди, Бог ревнитель, и поэтому он ведет ревностно человека к спасению, очень активно участвует в его жизни, наставляя его. Будем помнить об этом, будем стараться сохранять верность Богу в собственной душе и собственной жизни. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok